В Центральной районной библиотеке состоялась первая интеллектуальная игра «Мозговой штурм». Ее участники, разделенные на команды, отвечали на вопросы и решали логические загадки. В игре приняли участие школьники, студенты, пенсионеры и особенные ребята. По словам автора идеи Марина Андриановой, подобные форматы уже имеют неплохую популярность. Я решила объединить людей разных возрастов и вообще разного социального слоя, потому что мне интересно, как они будут думать, как они будут общаться между собой. Это командная игра. Не важно, кто выиграет, это абсолютно не важно. Мне кажется, что главное, чтобы все получили удовольствие, все были радостны и все пришли на следующую игру. Игровые задания были самыми разными. Командам предстояло письменно ответить на вопросы, найти подвох в логической загадке и посоревноваться в БЛИЦ-опросе. Первым участникам «Мозгового штурма» понравился интеллектуальный конкурс не только из-за хорошо проведенного времени, но и своим духом равной спортивной борьбы. На самом деле, наша команда совершенно… мы так внезапно решили прийти сегодня сюда, потому что погода не очень. Думаем, вот интересная игра, стоит поучаствовать. И собрались, пришли. Вопрос очень интересный, формат очень интересный, атмосфера дружелюбная. И нам все очень нравится. Желаем дальнейших успехов в данном проекте. Ну, соперники действительно сильные. И мы… я считаю, что у нас достаточно сильная тоже команда. Одним из самых активных и эффективных игроков стала Мария Бамбак. От команды школьников она отвечала не только чаще, но и правильнее других. Школьница принимает участие в подобных конкурсах около года. По ее словам, такой вид досуга может помочь ей в будущем. Во-первых, мне очень нравятся мероприятия. Я люблю такие конкурсы, в которых надо участвовать в команде, потому что это развивает чувства, которые тебе всегда пригодятся в жизни. Команду мы собрали просто. Моя классная руководительница, учительница математики, попросила нас поучаствовать на мероприятии. И собрались мы, ученики девятого класса, и ученики седьмого класса. Мозговой штурм будет проводиться в центральной библиотеке раз в месяц. Желающие сразиться могут подавать индивидуальные и коллективные заявки.